О том, как Наталья Крашевская пришла к пониманию, что такое отношение с собой, мы сейчас услышим. Но историю свою Наталья пожелала начать с трейлера, к фильму, очень любимой Натальи. Итак. Вставай, дружище, вставай! Привет, я Бек. Железная хватка. Что делаешь в свободное от гор время? Разношу почту. Будешь первым почтальоном на Эвересте? Надеюсь. Ха, круто. Я знаю, опыта у всех собравшихся в избытке, иначе бы вас тут не было. Но Эверест – самое опасное место на Земле. Как погода? Отлично. Я так хочу быть рядом. В следующий раз пойдем все вместе, обещаю. Втроем. Твоя жена не против? Она – за, с тех пор, как мы развелись. Сам мэр базового лагеря пожаловал. Присядь, расслабься. На высоте полета Боинга 747, наши тела, в буквальном смысле слова, начнут медленно умирать. Вопрос лишь в том, успеем ли мы покорить вершину и вернуться. Потерпи немного, приятель. Каких-то пара дней, и твое имя впишут в историю Эвереста. Гвардер, прием! Роб, где ты? Я на вершине Эвереста, Хеллен! Вот так! Роб, слышишь меня? На нас подвигается облачный фронт. Дело дрянь. О, нет. Там сейчас группа, а погода портится. У нас проблема. Кислород на исходе, так? Иди, Роб. Нет, я тебя не брошу. Пошли. Я не хочу умирать. Роб, послушай меня. Ты должен идти дальше. Нет! Если кто и сможет, то это ты. Люблю тебя. Эверест. Добрый вечер. Давайте задумаемся на секундочку. Вся наша жизнь — это сплошные подъемы в горы. Мы постоянно карабкаемся и стремимся достичь каких-то высот. Мы постоянно преодолеваем себя, преодолеваем препятствия, получаем по голове, я не знаю, лавины снега в семье, в бизнесе, в жизни. Мой Эверест начался несколько лет назад, когда мне предложили возглавить белорусское представительство крупной международной компании информационного агентства «Интерфакс». надо сказать, что до этого, конечно, в моей жизни гор было огромное количество. Первая Нарногора — это был региональный телевизионный канал в областном центре, коммерческий, где я с легкостью, с удовольствием по ней просто легко взобралась наверх и на вершине, на вершине славы, почивала до тех пор, пока в один момент я не поняла, что мне хочется чего-то большего. Гора уже маленькая, да и, в принципе, вот проблемы с кислородом начинаются. Нужно сваливать и идти покорять новую вершину. Мне в тот момент предложили возглавить в Витебске представительство «Интерфакса» с нуля. Вы представляете, да, молодая девушка, буквально сразу после школы начиналась с диктором телевидения. Диктор обычно озвучивала банально программу музыкальных поздравлений. Собственно, потом собственные передачи, коммерческие передачи, новости, прямой эфир, слава. Ко мне подходили, да, Витебск, я понимаю, но тем не менее. Ко мне подходили, брали автографы. И вот в этот момент, на пике популярности, я принимаю решение, что все. С этим нужно расставаться, я это переросла, эту горку покорила, надо идти дальше. У меня в тот момент внутри не было ни единой секунды, даже когда мне владельцы телеканала говорили, «Наташа, ну куда ты прешься? Первый парень на деревне всегда круче, чем сотый парень в миллионном городе». А я так хочу. И не было компромисса с собой. Я быстренько спустилась, поднялась на новую горку с нуля. Новый офис, новые сотрудники, молодая девчонка, 20 копейками лет. Для меня это было круто, здорово. Это был очередной пик, который я ровным счетом также покорила. Следующая гора, естественно, была Минск. Это тоже было здорово, интересно и весело. Новые проекты, Интерфакс Байресурс, который в одночасье, и можно сказать, очень долгое время был одним из лидеров информационного рынка. Это все было, это было на захвате. Творческий потенциал. Каждое утро с радостью бежала на работу. Я делила свою радость вот как с партнерами, с коллегами, с друзьями, с родственниками. Я жила этой работы. Пока не повторюсь в один прекрасный момент. В очень непростые для компании время мне предложили стать генеральным директором. Для компании это время было непростое не потому, что были бизнес-проблемы. Это время было непростое для страны. И это отложилось на компании. Были внешние и внутренние давления. И я это восприняла как вот этот Эверест. Мне нужно его покорить. Когда бывший генеральный мне говорил, ну подожди, ну если не ты, то кто? То кто нам нужно довести компанию на вершину, вот эту группу, с кислородом и вернуться назад? Да. И я, конечно, понимала, что это не Apple, не Microsoft. Возглавить компанию в самый благоприятный для нее момент, это круто. Это то, что действительно тебя будет держать на плаву, и ты можешь всегда гордиться тем, я приходила антикризисным управляющим. Но самая драматическая, наверное, часть этого всего, что к этому моменту я поняла, что мне нужна другая гора. Я люблю безумно, люблю Интерфакс, но мы с ним уже должны идти по разным путям. У нас разные пути, ребенок вырос, и мне нужно развиваться, ему нужно развиваться самостоятельно. И я пошла на компромисс с собой. Конечно, элемент счастлавия, он есть заложен в каждом из нас. Я впервые не доверила своей интуиции, а, наверное, где-то вот внутри я так подумала, блин, ну это же крут, это Эверест, ребята, да? Помните слова Дага? Помучайся еще, и ты будешь единственным, одним из немногих, кто покорил Эверест. Я тебе так сказала, блин, ну разрули все эти проблемы. Да, они внешние, они трудно решаемые, это стресс. И ты будешь тем, кто скажет, вау, я это сделал. И мы начали копать, и мы начали идти. Обвалы, преодоление себя, лавины, я не знаю, было абсолютно все на пути. Было все, была помощь сотрудникам, были психологические тренинги для сотрудников определенных, да, потому что, повторюсь, этот период был сложный и для страны, для медийного рынка. Было все, кроме себя самой. Я поняла, что я готова помочь подставить плечо всем, кроме себя самой. А кислород должен, чтобы спуститься круто с горы, быстро добраться живой до следующего, до базового лагеря, снова пойти покорять, нужен в первую очередь тебе самой. И тут, когда я это осознала, я стала замечать, что утром я уже не бегу на работу, а утром я уже так, ну да, ну надо подниматься, надо это сделать, надо идти, надо помогать, надо решать. И я смотрела и задавала себе вопрос, кому, для кого и зачем я это все делаю. Ведь у компании есть свои рамки, и те внутренние потенциалы, внутренние проекты, огромное количество, которые мы пытались реализовывать, реализовывали, многие оказались ненужные. Ну да, говорили мне, это крутой проект, но, ты знаешь, мы этим не занимаемся, это не наш бизнес, это тоже здорово, пусть это подождет. И я начала понимать, что мое видение, мой внутренний мир, я не знаю, мой профессионализм не здесь должен быть. Я начала понимать, но я до конца не осознала. Я все равно уперта, вот она вершина, вот она есть, я ее покорила. Я оставлялась там, ну как-то теперь селфи надо сделать, а тут еще нужно подождать, вот сотрудники подтягиваются, как вот, да, последний самый, и ему же нужно помочь. Когда мне говорили, давай вниз, не, подожди, я помогу, потом мы спустимся. Пока не наступил тот момент, это действительно был один прекрасный день, как бы это грустно ни звучало, когда я узнала, что у меня большие проблемы со здоровьем. Это стало переломным моментом, это стало практически тем, той точкой, когда кислород закончился, тебе надо спускаться. И начался новый проект, проект спуска под названием «Я сама». Поверьте, взгляд на жизнь меняется на все 360 градусов. Когда ты понимаешь, что дойти до низа, ты можешь уже и не дойти. И тебе надо мобилизовать все твои силы, которые помогут тебе самой вернуться к той гармонии, которая была всю жизнь. И к тому, что тебе нравилось, чем тебе нравилось заниматься. И ко многим еще вещам. И что, с одной стороны, как бы жизнь, да, вы понимаете, если долго мы над собой издеваемся, то наши ангелы, наверное, как бы это ни звучало, где-то там вселенная, она говорит, ребята, ну, точнее, она сказала, Наташа, слушай, ну, ты не можешь сама сделать этот шаг, который или спуститься быстрее, придать тебе импульс. Придам тебе я. И она придала импульс. И я действительно впервые начала осознавать, что те вопросы, которые были для меня важны в бизнесе, в престиже, в чьем-то мнении, оказались совершенно пустыми. Я поняла, что все то, что для меня было важно много лет, и казалось этим важным, на самом деле ничто. Осознанность. Вы знаете, есть такая книга, да? Осознанность наступила мгновенно. Прозрение. Я начала посмотреть по странам, я начала видеть, что есть природа. Я начала гулять. Поверьте, я впервые за многие годы наконец-таки увидела весну, когда я ходила на процедуры, да, я ходила много, много гуляла пешком, и я вижу, листочки распускаются, зацветает сирень, запах стоит, боже. Думаю, как люди, как вы можете пропускать это все? Я же в офисе сидела с утра до ночи, я же все выходные занималась тем, потому что я поднимала чей-то бизнес, и я делала то, что иногда, вы же, мы все знаем, мы все с вами коллеги по бизнесу, когда, знаете, вы знаете такое выражение, что, а зачем ты это делал, да, а кому это надо, и вот, а вообще мне это не то надо было, да, или вообще тебя никто не просил, вот, я же вот этим чем-то непонятным занималась. А еще я вернулась к тому, что я до очень долгих годов хотела вернуться к рисованию. Я в детстве рисовала, входила в художественную школу, и у меня не было на это времени. У меня не было времени на себя банально, как бы это ни звучало. И тут вот на самом деле это произошло как-то магически. Я когда вот размышляла, на самом деле я проект, он был как в бизнесе. Я прекрасно четко годы упорных, скажем так, работы по разработке разных выводов на рынок разных проектов, в том числе и управленческих, да, я просто прекрасно понимала, что нужно для меня делать. Вот первый шаг, вот второй, третий, все это было вот в трезвом, что называется, в уме, собранном и так далее. И я интуитивно рисовала какие-то вот каляки-маляки, по-другому я назвать не могу. Пока в один раз мне девочка, не увидев там вот каляки-маляки, где-то говорит, слушай, ты знаешь, это крутое новое направление, называется зентангл. А вот это вот вообще, когда я круг нарисовала, да, и там внутри узора, вообще там мандала, или мандала, я так не знаю, как она правильно произносится, ты знаешь ее сакральное значение, а ты знаешь, что это как раз гармония человека, которой не хватает самим собой. Вы знаете, что американские психологи сегодня совершенно профессионально рекомендуют людям бизнеса для стимуляции или решения каких-то задачи рисовать мандалы. Это действительно уникальная методика, когда ты, через задачи тебе нужно рисовать, и ты начинаешь определенные геометрические фигуры по определенным частотой повторения, решение задачи приходит. И я так думаю, оба-на, как здорово, когда судьба сама дает подсказки о том, что мне нужно делать дальше. Я поняла, что стрессовые ситуации, которые были до этого, они никому не то что не приносят удовлетворения, они не приносят в первую очередь пользу мне, самой себе. Я не могу дальше развиваться, мне нужно куда-то дальше двигаться. И, конечно, я не могла вернуться к тому моменту, восхождение произошло, вершина покоренная. И я начала максимально быстрыми темпами снижаться вниз, спускаться вниз. Сегодня у меня собственное коммуникационное агентство. Я занимаюсь безумно любимым делом, помогая людям решать их бизнес-задачи. Я вернулась к тому, чему я уже была готова до того переломного момента, когда я пошла на компромисс сама с собой. И самое главное, на самом деле, когда мы преодолеваем какие-то препятствия, поднимаемся на гору, спускаемся, самое главное вынесли для себя. Ребята, покорить вершину — это не цель. Вы видели, наверное, в трейлер, ну и кто с вами фильм смотрел, что покорителей очень много, но многие из них на горе и остались. Цель — покорить, вернуться назад. Сегодня я покоряю новую гору с моими коллегами, с партнерами, с друзьями. Новую гору, новый бизнес. Она для меня очень комфортная. И я понимаю, что я не поползу без кислорода на 8 тысяч, где жизнь невозможна. И я понимаю, что я буду делать сегодня для себя в первую очередь так, чтобы я могла потом своей энергией, своей силой, своим физическим классным состоянием поделиться с партнерами, друзьями, родственниками, с коллегами по работе, естественно, с клиентами, которые ждут от вас того, чего действительно нужно. Собственно говоря, вот такая история покорения Эвереста. Поэтому я вам желаю покорять ваши горы и живыми здоровьем возвращаться обратно для покорения новых вершин. Спасибо. Спасибо.